7,80 с квадрата. Столько с начала года собственники будут платить за капремонт. На полрубля больше, чем раньше. В итоге в региональном фонде капремонта должна собраться внушительная сумма. На что ее потратят, выясняла Юлия Абдулаева. Когда в Риотове начнут капитально ремонтировать многоэтажки, пока точно неизвестно, решает это региональный фонд. Туда уже отправили заявку с подробным отчетом по каждому дому. Все, что должны были выполнить на месте, уже сделали. Например, составили сметы. Уже поданы заявки в министерство на 215 миллионов. И плюс тот план, который был в 2014 году. То есть порядка 10 миллионов. Как потратить эти деньги, решат исходя из данных так называемых дефектных ведомостей. В них год постройки, степень износа, в общем, все, что поможет экспертам найти проблемные места. Всего в списке этого года 46 домов. Виды работ везде разные. Где-то с электрикой беда, где-то с сантехникой проблемы. А вот здесь, например, нужно утеплять фасад, так решила комиссия, которая проверила все 345 домов в Риотове. Торцевая стена холодная, а зимой становится еще и черной. Виктор говорит, начинается все вот здесь, за шкафом, а потом расходится по стене. Уже есть рецепт, как бороться с проблемой. Все подрали, пробрызгали антигриб, такая брызгалка, смесь. Потом высылала, прошпаклевали, поклеили новый пыль. Это глобально. Можно принять и временные меры. Вытереть тряпкой, побрызгать от плесени. Хватает на пару недель. Капитальный ремонт, уверены жильцы, единственный выход. Когда его будут проводить, им сообщат в объявлениях. И только лифты в этом году менять не будут. В городе они новые. Юлия Вдулаева, Алексей Оводов для РТВ.